распаковка сварбриса покупок начался у меня уже можно сказать сезон сегодняшнего дня я всегда саживаю помидоры до этого еще и перцы высаживала за неделю теперь буду попозже потому что не нравится моим перцем так рано когда попозже наверно будет лучше все-таки для них нужно тепло помидоры там все равно а перцем вот нет перерастать тоже не хочешь по не перерастали поэтому попозже перцем посажу в марте а сейчас вот займусь помидорами 1131 рубль вот такой набор 2 поддона такие штучки то есть это многоразовый пластмассовый решила что вот такой размер будет идеален для того чтобы отдельно сажать помидоры компактный будет размещаться у меня на коне сейчас примерю 2 поддона 20 штук 631 рубль причем это уже будет на чуть ли не на всю жизнь поэтому это хорошая пластмасса такие штучки но выдвигаемое дно и так понимаю для того чтобы потом вытаскивать когда уже надо будет сажать и вот так вот выпихивать вот таким образом наверно вот вставляется вытаскивается ну вот так можно крышечку россия но тут выпихнется растение очень удобно с точки зрения что взял перевернул нажал растение пошло вниз замечательно так сейчас готовлю это дело и скажу насколько на подоконнике не займет место потому что до этого то что у меня было тоже удобно когда вот знаете все идеально встает на подоконник посмотрим там 9 сантиметров что ли то есть для того чтобы высадить такой стаканчик вот прямо то что мне нужно то что я хотела до этого я купила и они оказались такими большими 14 на 14 просто огромные мне пони на окно вообще никак то есть пару штук бы только и влезла в окно приехала еще сдачи мне кажется опять подхватила какой-то вирус чихаю вообще классно классно сейчас посмотрю сколько у меня таких поместится на окно два по ширине а еще два в длину четко выходит и там еще стаканчики можно поставить отдельными то есть получается 40 штук но еще десяточка 50 штук на одно окно вообще идеально это шикарно смотрите пошаговая инструкция вот здесь сажается поливается они вырастают потом вот так вот вынимаешь пересаживаешь по одному и вот так вот они растут купила я гомоир каждой таблетки будут раньше триходермином пользовалась что-то мне ничего не помогает сейчас купила гомоир вот донцы вкладыш вот тут вот 85 миллиметров здесь 120 миллиметров то есть восемь с половиной на 12 и 750 миллилитров вмещается то есть идеальный размер вообще шикарно для помидор вообще шикарно они будете чувствовать шикарно вот вот в этом не знаю как вам показать я уже вижу что мне это очень нравится и а до этого я купила сдала на полторы тысячи 100 штук купила стаканчиков все сдала господи такие громоздкие на хорошо на вендрис там неделю они у меня постояли дома сначала думала потом ну а чё я надо сдать их и у меня их приняли я все сдала через неделю они упаковки были не распаковывая их даже вот еще запасные остались так что я дальше делаю это я неудачненько конечно неудачненько ладно вроде бы все вот такой же но по длине маленький мне надо было чтобы вот такой же высоты были вот смотрите насколько хотела такой же получила вот ну ладно то есть вот это все одинаковое вот это все одинаковое только вот это вот нет сюда хорошо будет сажать клубнику на рассаду подойдет для клубники чё делать либо для клубники либо вот сейчас для помидорчиков чтобы потом высаживать их я говорил вот про эти поддоны как вы видите я сажала вот в такие и здесь они не очень высокие вот если смотрите стакан я ставлю да вот насколько стакан выше то есть вот этот стакан если бы я думаю что я вот эти вот заказала такого же размера я хотела их поставить один в один они по идеально встали но принципе в принципе если я поставлю и потом каждую так посажу засыплю землей прям по самой борта то принципе ничего наверное ничего мне еще вот такие вот они повыше может быть и в них посажу тоже раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять штучек у меня на это тоже так и сделала в поддоны но в каждой отдельно будет сидеть свои ячейки но подумаешь корневая система все равно не потеряет наверно так и сделаю да да этот выше но ничего страшного ладно все сгодится короче все сделала раньше сажала просто вот в этих поддонах но когда корни разрастались их приходилось буквально конечно портить тем что разрывала я их они приживались потом естественно для них то травма конечно они быстро помидоры вообще это на следующий утро посадила они уже как огурчики стоят но все равно я думаю что корневая система пока отрастет это мешало им так ну все купила я землю мне пока для на то чтобы для семян хватит вот 10 литров но стоит она че тут 200 рублей что ли и я его пользу использовала осенью раз в парники распихала кто не знает меня кладоспериоз всегда кладоспериоз что только не пробовала ничего не помогало в этом году осенью я везде раз а гомоир мне пробовала триходромином пользовалась ничего не помогает вот раз гомоиром напихала и в огород и в парники сейчас буду прям в каждую потом когда уже буду сажать в каждую вот буду по таблетке вставлять может быть это поможет еще я очень хорошее средство купила но сейчас пока не буду ничего говорить про него я его попробую и будем смотреть а стоило 800 рублей в том году но я уже не стала им пользоваться и надо весной пользоваться для профилактики еще поэтому будем смотреть если поможет я скажу что за средство я и так скажу что за средство просто будем смотреть как она будет помогать это я уже арбузы мне посоветовали crimson sweet купить карет без арбузов не остаются люди а это то что из помидор я купила новая что-то это crimson ruby 2 дынь еще не покупала да не тоже надо купить но куплю то что у меня хорошо росло дыня медовая лакомка медовая вот этот раз другие были не пошло а лакомка медовая у меня шикарно росла я всегда что-то покупаю новенькое но всегда и сажаю верочка это говорят я какие-то крайне не пробовала но говорят это действительно ультра ранний томат а так еще в этом году хочу в парник у себя поставить пион то что как я только не сажаю рано я всегда 23 февраля высеиваю парника сажают 7 8 апреля но урожая собираю летом уже помидор основной урожай а первый помидор все равно конца раньше конца июня я не собираю поэтому в этом году хочу посадить верочку это ультра ранний ранний спелый высоко урожайный детерминатный гибрид высотой до одного метра 90 дней до первого урожая не до там созревания от именно до первого урожая поэтому 90 дней вот считайте март-апрель-май в конце мая должна получить урожай но постараемся постараемся в этом году вот говорю с парником и спионом получить этот урожай на самом деле толерантен к вирусу томатной мозаики от альтернариозу альтернариозу и фитофторозу у меня колдоспариоз но посмотрим вот такую верочку ее первым делом сажать буду потом еще сказала про эти это желтый сколько у них новеньких да это то что новенькая то что я еще ни разу не сажала и посмотрите сейчас тут что у меня это сибирская серия томат янтарная рыбка я его пробовала вкусный сладкий но не сажала но пробовала а вот это это мой любимое бычье сердце но куда без него в на этот раз симбат да это был удачные семена удачные семена перед этим были огородные забили вот сейчас симбат попробуем его из старого что у меня есть из старого что я в том году сажала много чего есть это поцелуй сажала посмотрим сейчас осталось что у меня от них да еще есть парочку можно будет я буквально одну веточку себе оставляла этого достаточно для того чтобы собирать какое-то качество урожая так что тут еще есть финик желтый обязательно сажаю мне нравится черный принц хорошие большие сладкие вкусные ну это ранее но его не уже старые до 20 до 23 года я посажу может быть зайдут может быть нет это то что у меня было давно уже лежала что вот это у меня не знаю выпало примадонна я не знаю ничего такого особенного сажал примадонну сажала канапе хорошие получились к на пашечке мне нравились вот может быть это кстати канапе посадить надо возможно ты есть канапе так ну все в общем то это вы на выкидыш это выкинуть пустые ну а вот это все всего понемножечку посажу ну и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дачник, ранний 83, финик желтый, верочка, полосатый шоколад, черная богиня, поцелуй Естественно, бычье сердце, янтарная рыбка, то ли примадонна, то ли канапе, не знаю, что там будет Ну и опять бычье сердце и черный принц Вот то, что у меня на этот сезон Бычье сердце все время сажаю, черный принц тоже сажаю Финик желтый тоже был всегда у меня Ну и что еще, канапе, вот эти поцелуи тоже сажаю Я сажаю всегда то, что у меня в моем парниках, в моих парниках растет Потому что колдоспориоз неизлечимый Вот пробую, пробую новые средства Может быть в этом году мне что-то другое подойдет, поможет Но я решила, что только те сорта, которые более-менее не подвержены им Можно выращивать беспроблемно для того, чтобы не остаться без урожая Все остальное это отлукало Поэтому каждый раз я пробую что-то новое И всегда сажаю то, что всегда сажала Те сорта, которые, в общем-то, довольно хорошо выдерживают колдоспориоз Чтобы не остаться совсем без урожая Еще раз говорю, понадобился мне в этом трассе вот эти горшочки Гомоир Попробуем гомоир, как он поможет мне от колдоспориоза Сейчас покажу, как это у меня выглядит уже в высаженном виде Так, вот здесь вот у меня бычье сердце Вот тут вот, эти пустые Потом рассажу, когда вырастут Это другой сорт бычьего сердца Тоже в одну посадила, другие пустые А здесь разные сорта В каждом вот сидит какой-то сорт Сколько-то, где-то помного, где-то не очень много Посмотрим Чтобы не мусулиться с ними И вот здесь Верочка отдельно сидит Потому что ранний сорт, и я буду высаживать ее Особенно много, чтобы ранние помидорки были Вот таких поддонах я потом буду вот такие штучки Ставить и высаживать Таких поддонах у меня 5 штук Поэтому 50 точно будет Но на самом деле мне столько не надо Еще пойдут под перцы Перцев мне нужно тоже штук 15 Поэтому надо 2 поддончика под перцы оставить А 3 засадить Но этого мне хватит Потому что здесь уже 20 Плюс еще 30-50 Вполне хватит Вот план, так сказать, половина плана выполнена На следующей неделе посажу перцы И все, в общем-то Потом уже огурцы И дыни с этими С арбузиками Арбузики купила Останутся только дыньки Лакомку медовую Можно еще какой-то попробовать Может тоже неплохо пойдет Смотреть Мне много не надо Это чисто так Было в стволу Поэтому будем пробовать Ну все Сегодня у нас какое уже число-то Высадила я 25 февраля Будем ждать сходов Продолжение следует...